Шаватов и Гутувох. Хорошей недели. Мы находимся в Мишли, 198-й урок. Мы в 22-й главе. И Боизра Дашем начинаем 17-й посук 22-й главы книги Мишли. Говорит Шлома Амеллах. Преклони ухо твое, слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию или учению, ибо приятно будет тебе, если сохранишь их в себе, и все они утвердятся на устах твоих. Я прочитал сразу два посука. Может быть, можно и зря, может и по одному нужно. Теперь на иврите этот посук 17 звучит. Говорит Мальбе. Гат Азнейха. Склони свое ухо и слушай слова Хохомим, и сердце твое будет наполняться моим знанием. Слова мудрецов, которые имеются в виду Хохма, здесь сказано Лехохомим. Хохма – это всегда Деврей Кабола. Что такое Деврей Кабола? Лекабель на иврите – это означает принимать. На современном языке слово Кабала – это чек, который тебе выдают, чтобы была какая-то квитанция о покупке. Кабала происходит слово Лекабель – то, что я принимаю от кого-то. Мы уже много раз обсуждали, что понятие мудрости на русском языке называется мудрость, а на иврите есть несколько слов, которые, в общем, переводятся одинаково. Хохма – это та часть знаний, которые человек не познает сам, а принимает от кого-то по Бекабола, по традиции принимает, потому что туда включаются те вещи, которые самому понять технически невозможно. Так вот, речь идет о тех людях, которые приняли законы мудрости от Всевышнего. Поэтому слушай слова мудрецов, то есть то, что они приняли от Творца, потому что на хохме, на понятии вот этой вот хохмы мудрости, принятой от других, от более высокой инстанции, есть такие вещи, которые тебе не нужно сильно напрягаться, может, напрягаться и нужно, я не знаю, но твое напряжение должно выращаться в том, что ты склоняешь туда свое ухо. Ты воспринимаешь информацию, ты ее принимаешь. Так вот, Шлома Амеллах, Аллах Ашалом, он говорит в книге Мишлей, что да, тхахомим и муссан, муссар, сама книга Мишлей, это то, что знания, которые мы получаем от хохамим и муссар, мораль, которую мы принимаем сверху вниз, что посредством примеров, которые приведены в книге Мишлей, нам объясняют законы мудрости различными примерами до такого состояния, что ты сможешь их понять, и это войдет в понятие идея, в понятие твоего знания. Что понятие дат, знания, познания, знания, это то, что человек получает и принимает и обрабатывает таким образом, что внутри него это остается как идея брура, как четкое знание. То есть, что означает четкое знание, это некий хибур, некое соединение с той информацией, которую ты получил, с теми знаниями, которые ты обработал в своей голове, и теперь они являются тем, что определяет твои действия. Настоящее понятие знания дат, это хибур, соединение, когда ты соединяешь свою голову со своим телом, и тело выполняет распоряжение разума, а разум был принял сверху вниз от Всевышнего, через мудрецов, которые существуют, какую-то информацию. И об этом сказано, что для того, чтобы ты эту информацию принимал от Кахомиум, нужно склонить свое ухо и услышать слова мудрецов. Это с точки зрения ликабель, с точки зрения принятия. И после того, как ты их принимаешь со стороны кабола, со стороны принятия, то они должны быть укреплены и установлены в твоем сердце с такой состоянием, что ты должен быть постоянно уверен во Всевышнем, в словах Творца, который дал эти законы мудрости, и уверен настолько, что ты должен ощущать их амитиют, их истинность, чтобы это не было в состоянии сафека, в состоянии сомнения, чтобы ты не думал, может быть, эти действия приведут к тому-то и тому-то. Нет, человек должен знать, что действие митсвы, которое он делает, оно является его целью существования на Земле, и оно приведет к награде Валамаба, например. И тогда ты сможешь склонить свое сердце и заставить его войти в состояние, которое называется даати, познание даата Всевышнего, познание мудрости Всевышнего. Потому что то, что я уже тебе объяснял, что все хуким, все мафтим, все знаки, знамения, все законы, они все приводят к этому понятию дата, потому что если ты не получишь в начале их быкобола, то есть принятием от кого-то, то тебе не поможет никакие возможности, основы и так далее для того, чтобы их понять. Есть вещи, которые всегда остаются на уровне, когда ты должен что-то получить, и этого не хватает просто твоего философского умения мыслить для того, чтобы прийти к состоянию еди и к состоянию познания, во всяком случае, когда речь идет о Всевышнем. Ну, в принципе, мы об этом говорили, когда говорили о Хануке очень подробно, но сейчас я прочитаю Гаона, может быть, имеет смысл еще задержаться на одну-две минуты на этом месте, но в начале. Гаон Мивильно говорит, склони свое ухо и послушай слова Хахоми, и сердце твое склонится к моему дату, к моему знанию. Кована сердца человека, оно должно соединиться с датом Всевышнего, говорит Гаон. Так же, как об этом сказано, Он приводит пасук из Иремьяу, где Иремьяу Гаона Ви говорит, что пусть не будет хвастаться, славиться, мудрец своей мудростью, и так же не будет хвалиться силач своей силой. А чем надо хвалиться? Не тем, что человек мудрый, не тем, что он сильный, а тем, что безот и дали, этим он должен хвалиться, хвастаться, я не знаю как. Сейхаль юдаати, тот разум, который воспринимает, познает меня. То есть, Всевышний через Иремьяу Гаона Ви сообщает нам, человек должен радоваться, веселиться, хвастаться, наслаждаться не своим разумом, не своей силой, а тем, что ему удалось приблизиться и достигнуть состояния едиад Гошем, знания Творца. Как об этом сказано, Чтобы ты познал мои пути, и чтобы ты постоянно был, шкида, постоянно, стопроцентное количество времени, ты был устремлен к даату Торы, к знаниям Торы. И вот это даат Тора, которая находится в сердце человека, когда человек чувствами начинает воспринимать Тору, после того, как он принял ее в виде мудрости от Талмидей Хохоми, после этого обработал ее, это стало частью его, то он начинает ее ощущать, то, что требуется Всевышним ощущать, и он познает Всевышнего на уровне даты через свое сердце. Это то, о чем говорит этот посуд. Мы когда-то обсуждали ханукальные события, наверняка, я не помню, честно говоря, но наверняка, и обсуждали, что основным, как бы, спором, основной проблемой, я не знаю, как это сказать, философии греческой культуры было то, что она возникла в тот момент, когда пророчество покинуло Амисраэль, может быть, не сразу, а через несколько поколений после этого, три поколения, грубо. После того, как люди лишились возможности узнать от пророков, что именно надо делать по приказу Творца, и после того, как Шехина оставляет Амисраэль на каком-то уровне, мы не воспринимаем Творца, после этого приходят греки со своей философией и говорят, что все, что происходит в этом мире, вы можете наблюдать за миром, исследовать и приходить к выводам, и то, что вы восприняли, так оно и есть, и то, что выше, чем человеческое восприятие, его на самом деле нету, потому что человек может воспринять и проанализировать все, что есть в мире, и путем анализа достигнуть огромных результатов. Это философия Плутона, Аристоля, на которой базируется, в общем, вся современная философия, наука, понятно, что они прошли намного-намного дальше, но, тем не менее, Абасис остался тем же самым. И вот, когда греки завоевывают Исраэль, я имею в виду сейчас духовную часть завоевания, то возникают вопросы о соблюдении, о бессмысленности соблюдения Митцвод, поскольку смысл Митцвод от нас скрыт, а то, что человек не понимает, того нету, то, что он не может воспринять своим разумом. И тогда происходит некая схватка, сражение между устной Торой, Торой Шиба-Альпе, и греческой философией. Тора Шиба-Альпе, она использует принципы, очень близкие к философии греков, она работает с помощью разума человека, его умения обработать информацию, уподобить одну вещь другой и сделать правильные выводы. На этом же базируется философия, с одной только в кавычках небольшой разницей, что Тора базируется на постулатах, которые даны в письменной Торе, и из них с помощью анализа выводят какие-то новые вещи, и уже познавая эти новые вещи, Дат входит в сердце человека, и человек начинает Ла-Дат и Дхашем познавать Всевышнего. Что не так в философии? Он смотрит, человек-философ, он смотрит вокруг, видит то, что происходит в мире, и после того, как он видит, он делает выводы из того, что он видит. Не из того, что написано в Торе, не из того, что открыл Всевышний, а из того, что он может обработать собственным разумом. Таким образом, разница состоит в том, что греческая философия и, в общем, наука, она полностью лежана в понятии хохмы, она вся начинается с понятия бины. Бина – это очень важный аспект человеческой жизни, и человеческое восприятие Тора, безусловно, один из самых важных, но только в тот момент, когда он базируется на исадот, на основах, которые мы получаем сверху вниз, которые называются хохмой. Поэтому говорит Шлома Амеллах, что первое, что тебе надо делать, тебе надо преклонить свое ухо, наклонить его, склонить перед мутрицами, для того, чтобы услышать слова хохоми. И только после этого твое сердце может наполниться даатом, даатом Всевышнего, даати, моим знанием, говорит Творец. Поэтому в тот момент, когда человек начинает базироваться на своих вычислениях, наблюдениях и так далее, он лишается понятия хохмы и начинает весь с бины, поскольку любая ошибка в Исоде, в основе, когда человек начинает что-то делать с ошибкой, она дает где-то на каком-то этаже, когда в фундаменте дома заложено какое-то наклонение, то уже на очень небольших этажах возникает Пейзанская башня, а где-то на более высоких этажах все рухнет. Но кроме этого, даже если оно будет стоять, оно будет стоять на основе, которая абсолютно не основа Тора, не основа даат Всевышнего, не имеет никакого отношения к Творцу, поэтому Шлома Мелых начинает с того, что, как известно, Шлома это был человек, который хохамми коледом, был самый умный из всех людей, поэтому он начинает с того, что он говорит, что должен склонить свое ухо, для того, чтобы услышать слова хохомми. Я только хочу еще одну вещь сказать и двигаться дальше к следующему посылку. На иврите понятие мудрец звучит не совсем так, как это высказывается в Танахе. В Танахе он называется хохам. В языке Тора Шабальпе, в языке Талмуда, мудрец называется не хохам, а талмит хохам. Талмит хохам, это тот, кто учился у хохама, поскольку у нас есть система передачи Торы через поколение, и поскольку она всегда, хохама, должна базироваться на том, что я принял свыше, в идеале от Всевышнего, от пророков, в идеале сегодняшнего дня, от своих учителей, поэтому человек, который выводит что-то сам, он всегда приходит к каким-то трещинам в фундаменте, и его пейзанская башня не очень долго стоит, поэтому, говорит Шлома Меллах, Гатазныха, преклони свое ухо перед хохамом, и с этого ты начнешь процесс Торы. Окей, теперь двинемся немножко дальше, следующий пасук говорит, ибо приятно будет тебе, если сохранишь ты их в себе, кого их знания, и все они утвердятся на устах твоих. На иврите этот пасук звучит, Льет бащем мифтахеха, для того, чтобы было во Всевышнем, уверенность твоя, Годиатиха гайом афата, и я извиняюсь, я перешел, я пропустил пасук, Кинаим, потому что будет удобно тебе, Китишмарэм, когда ты их будешь сохранять, бэбетнеха, внутри своего бетана, внутри своего живота, и кону их дав, аль сфатейха, и они будут готовы вместе, быть готовыми на твоих устах. Мальбин, Мальбин говорит, что будет приятно, если они будут сохранены в твоем животе, и будут готовы вместе на твоих устах. Говорит Мальбин, но после того, как ты принял слова наших мудрецов, то тебе хорошо, для твоего дата, для того, что ты познал дат Всевышнего, имеется в виду, то, что я тебе уже дал в качестве примера, и обучил тебя, что ты должен узнать слова мудрецов своим датам, ты должен их не просто услышать ухом, но еще и провести через себя, через свой разум, так, чтобы это превратилось в атрибут дат, который, как я уже сказал сегодня, что дат – это соединение, которое является вот таким стопроцентным соединением, которое то, что человек знает дат, он это и делает, это не может быть оторвано друг от друга. дат – он всегда соединен с Маосе. Так вот, после того, как ты принял это уже своими устами, своим датам, и ты принял слова мудрецов, то я тебе уже сказал и научил тебя, что дат хохма, ты должен познать, ладат хохма, ты должен хохму, который ты принял, перевести в атрибут, который называется дат. Что это значит? Что есть настолько четкое знание этих вещей, что ты можешь о них говорить, и их истина будет видна в твоих устах. То есть, когда ты о них говоришь, истина сразу будет бросаться в глаза. И это Майлок дала, это очень большой успех человека, когда он до такой степени владеет мудростью, что она находится в его устах. И настолько, что ты можешь ее сохранить в своем животе, и они наим, и это будет очень приятное ощущение. И все, что ты можешь, тем не менее, пока ты не можешь их высказать своими устами, то есть, они находятся внутри тебя. Ты познал эту вещь, она является частью тебя. Но не настолько, что ты можешь ее высказать словами, сформулировать четко, как дважды дважды четыре. Но ты их сохраняешь внутри тебя, как каболу, как традицию, которую ты принял. Эти вещи очень наим, они очень приятные, но они не находятся в тебе, прибитые к тебе, установленные к тебе, частью тебя, как будто бы они прибиты гвоздями, настолько, что они не шатаются. То есть, все время, пока ты не в состоянии высказать эту мысль словами, несмотря на то, что она находится внутри тебя, здесь есть какой-то небольшой изъян. Но ты должен приготовить их вместе в то время, когда они находятся в твоих устах, что если они выйдут из твоего живота наружу, в твои уста, то ты должен их произносить так, что это станут сефтейдаат, что это станут устадаата. То есть, они должны быть очевидны и понятны, когда ты их высказываешь. И тогда не будет ничего более приятного, но это не только само состояние удовольствия, но они уже никогда не сдвинутся с места. Я думаю, что я прочитаю Гаона, а потом сделаем некий секунд того, что нам сказали. Гаон говорит, что слова, которые ты принял от мудрецов, должны быть сохранены в твоем животе. То есть, разум, который привел к себе к познанию меня, Всевышнего, он должен сделать приятно твоей душе. То, о чем было сказано, что без дата душа не чувствует себя хорошо. Это тоже кусочек из Мишли, из 19 главы, где сказано, что человек должен познать Всевышнего разума, и душа его должна тоже познать. И здесь сказано, что душа, которая находится в теле человека, духовная его часть, чувствует себя неуютно до тех пор, пока человек не доходит до состояния знания Всевышнего. И наоборот, дат сделает приятно твоей душе. Это тоже цитата из Мишли, из 13 главы. И также, когда ты достигнешь понятия дата, то эти слова должны быть сохранены в твоем животе, и они должны быть соединены вместе, настолько, чтобы они пребывали на твоих устах. Потому что бывает так, что человек знает какую-то вещь, и знает ее очень четко, эмис ламе то. Он знает истину этой вещи. И тем не менее, не может это лаасбир, он не может это объяснить своими устами. И это не выходит из него на свет. То есть, оно находится внутри него, и внутри него он понимает истинность и правильность этой вещи, но он не может этот закон, эту вещь, объяснить окружающим, и из него она не выходит. И это, на самом деле, происходит из-за того, что она у него не сдура. Что такое сдура? Не упорядочена. Есть такая гемора, которая говорит, где-то гемора в Тааните, гемора, которая говорит, что если ты видел Талмид Хахама, если ты видел какого-то мудреца Торы, который учится, но Талмидо, учение, Каше, Лавки Борзель, ему трудно учиться, так же, как железо очень твердое, так его учеба, ему трудно, тяжело учиться. То это из-за того, что его мишна, его знания, не упорядочены у него. То есть, он нахватан, он знает, он владеет информацией, но она у него не уложена, не разложена по полочкам. И об этом сказали, что, а нет, это я уже читал, слега, но ты должен сохранять этот дат на таком состоянии, что он должен быть миссудар, он должен быть четко определен, человек должен владеть своим датом настолько, чтобы они, каждая часть лежала на отдельной полочке. И тогда он может, его знания могут выйти на Божий свет, я не знаю, когда он разговаривает, они будут услышаны, он всегда сможет объяснить себя. И здесь нам сказано, что дат, ее место в человеке находится в трех местах в душе, человека, во внутреннем, в животе внутренняя часть человека и его уста. И вот человек, для того, чтобы это все было объединено, должен достигнуть знания таким образом. Я сейчас миссакэм ова пасука, даю секун обобщение того, что мы учили сегодня в двух суким. Первое, он должен начать с того, что он склоняет свое ухо и не сам выдумывает какие-то вещи, изобретает, а принимает их от Всевышнего через Тонмидейхахоми. После того, как они приняты, они должны быть обработаны до такого состояния, что это должна стать часть его, они становятся животом этого человека, этот дат находится в животе. Живот это не то место, которым человек даже чувствует, чувствует может быть, когда живот болит, но живот это не то место, которое человек думает, то есть это да, должно войти настолько, что оно должно войти и стать частью его животной души. Знание Всевышнего должно определять поступки полностью, включая животную душу человека, для того, чтобы вытеснить любую яцаргару и все, и так далее. В этой ситуации нефиш, душа человека, будет очень радоваться и получать удовольствие от того, что тело тоже восприняло мудрость Всевышнего. это то, что ту хохму, которую он принял, продумал ее, проанализировал и сделал собой, настолько собой, что даже его животная душа, даже его живот, она находится внутри живота, полностью управляемый, вот это его даст, но все это недостаточно. Есть еще одна вещь, которая необходимо сделать, а именно, чтобы она была в таком седуре, так упорядочена знания Всевышнего, не просто понимание, что это эмес, что это истина, но упорядочена настолько, чтобы законы Торы, законы Творца, человек мог излагать своими устами, не обязательно законы можно или нельзя, законы, о которых мы сейчас говорим, я тоже называю законами, мировоззрение, что исходит от Творца, что сказали пророки и так далее, что это должно находиться в таком хорошо упорядоченном плане, чтобы можно было все время, в любой момент высказать это своими устами, и вот только тогда, когда эти три части объединяются, только тогда этот дат является, шалем является полным, поскольку Хагро сюда вводит уже не только понятие бета на живота, что несколько неожиданно, когда идея это очень простая, что человек состоит из нефиш-елакит и нефиш-гемит, животной души и божественной души, божественная душа, она больше связана со Всевышним, она как бы духовное начало человека, животная душа человека, она больше связана с телом, а тело, это с одной стороны некая одежда, в которой одевается душа, с другой стороны, эта одежда обладает определенными свойствами, кроме того, что ее надо периодически стирать и гладить, кроме этого, у нее есть еще какие-то свойства воздействия, которые связаны с тем, что в человеке постоянно идет борьба между его телом и его душой, весь Алла-Мазе, все эти 6 тысяч лет нахождения в этом мире, тело имеет больше голоса, больше управляет, чем душа, которая находится больше в изгнании внутри тела и более управляемо внутри тела. Понятно, что разные люди находятся на разных уровнях, есть люди, у которых душа значительно больше управляет, чем у других людей, и есть люди, у которых душа управляет телом значительно больше, чем тело управляет душой, но такое среднестатистическое состояние еврейца наших дней что тело имеет свое я и высказывает его значительно яснее чем это делает душа здесь нам говорит шлом о мелах о том что человек который прислушался к слова мудрецам планы проанализировал их настолько что это становится частью его то в этом состоянии его животная душа его живот в нем начинает находиться дат то есть дат не только находится в разуме в мозгах человека но он находится в животе я не знаю давайте переведем на русский язык как инстинкты когда человек вырабатывает в себе не безусловное условный инстинкт который составляет его жить согласно торе и знаниям которые он получил выше и если у собаки павлова когда раздается звоночек в определенное время даже без звонка начинает выделяться желудочный сок поскольку у нее долго вырабатывали этот или не очень долго вырабатывали этот рефлекс этот инстинкт то человек который склонил свое ухо принял слова хохмы обработал их и сделал так чтобы эти слова являлись его основным качеством это находится в состоянии дата то он доходит до состояния когда его инстинкты как у собаки павлова требует вот он проснулся они требуют утреннего насела отъедаем он проснулся они требуют чтение шма вовремя в отличие от других людей которые когда они просыпаются они требуют ну возьмем например и похмелиться и так далее все эти вещи которые могут войти в бетон человека то есть первое что должно быть это безусловно услышать их обработать и чтобы они вошли в твою душу но этого недостаточно это все происходит на уровне хохма уровень дат это когда они обработаны настолько что они становятся частью твоего бетона я за неимением других слов просто я не знаю как какие лучше слова подобрать я говорю что это превратилось в условный инстинкт когда человек весь состоит из того что надо с утра сделать на тело отъедаем помолиться сказать шма и так далее и так далее и так далее и так вся человеческая жизнь размерена и проходит на состояние инстинкта из-за того что она находится в бетоне но в бета надо в живот она должна попасть происходит это потому что вначале она входит в душу в разум человека и только после этого он сможет тости себя до такого уровня что это происходит автоматическая жизнь согласно законам всевышнего и при этом я и говорю не только о том что человек с утра обязательно должен надеть твилин но кроме этого дальше идет следующий элемент человек должен дойти до состояния когда он понимает и может высказать словами то есть его знания такие четкие такие ясные что на уровне новой митсвы которая называется талмуд тойра изучение торы изучение торы возможно только речью человек который изучает тора мысленно не произнося слова он в общем не факт что выполняет митсвы изучение торы я сейчас не хочу особенно входить в этот махлокис гиргур кедибр доме или гиргур лав кедибр доме это махлокис больше относится к симану гейли далит мишн бруры шульхонору хорохайм который выясняет когда че должен человек сказать торы перед тем как он раздумывается словах торы то есть может ли он думать слова торы доброход на торы это связано с тем что митсва изучения тора она только словами или мыслями тоже я сейчас не думаю что надо входить в махлокис охроним на эту тему шута гаона и так далее во всяком случае есть шута есть точка зрения что человек который думает слова торы он тоже нарушает заповедь изучения торы он изучает тору без того чтобы сказать броку поэтому думать слова торы без брахи по многим мнениям тоже нельзя но тем не менее есть огромная разница между словами торы когда человек мидабердеврейтора произносит слова торы выводит их из состояния мысли в состояние речи и человеку который только обсуждает думает про себя слова торы но и думая и говоря слова торы ты должен кроме того что выработать себе инстинкт к надеванию твилин к выполнению митсвот сделать так чтобы твой дат требовал от тебя от твоего тела само тело стало частью этого дат и требовал постоянного стремления к мудрости всевышнего но этого недостаточно тебе нужно еще достигнуть состояние когда ты можешь это высказать словами я не думаю что сейчас нужно сильно входить в понятие что такое дебур но без слов торы которые высказаны мир не может существовать дебуршель тора диврей тора слова торы которые они высказывают кроме того что они помогают человеку полностью сформулировать то что есть если может сформулировать словами то он недостаточно владеет материалом он не знает что происходит на самом деле в его знание есть некий изъян хотя это может быть очень высокий уровень знания но тем не менее человек должен отличаться от собачки шарика шарик он все понимает только сказать не может как известно человек должен уметь сказать он должен в состоянии высказать и высказаться и до того состояние когда он доходит до того что из него выливается слова тора четко сформулированы вот тогда соединяется три части нефиш бетон и сватаем если перевести это на три раздела человеческой души поскольку понятно что бетон это часть души то это нефиш рог на шама это три уровня человеческой души которые полностью подчинены торе и хохме которые он получает сверху но теперь здесь нам шлома амеллах говорит так как объясняет его гаон мивильно что нам нужно дойти до состояния когда не только душа она становится частью дата всевышнего но дат всевышнего проходит и заходит даже не только в сердце которое отвечает горгоша но даже прямо в бетон внутрь кишечника то есть человек весь все его инстинкты посвященные животные даже не животные души а прямо телу которые находятся внутри бетона они должны полностью соединиться с творцом и это только второй шлаф а третий шлаф вернуться и сделать так чтобы это система твоего дата была настолько четкой чтобы любую вещь ты мог высказать словами и объяснить ее и лагодирую то есть это не просто на уровне инстинктов это на уровне дата едея знания которое становится целиком тогда владевает тобой полностью это три элемента которые нам говорит шлома амеллах до чего каким какой какой путь и до какого уровня надо дойти в понимании того как перейти от кохмы к дату окей здесь практически отсутствует понятие бина поскольку он разбирает других местах и продолжим посуд номер 19 дабы в господи была опора твоя и научил я тебя этому сегодня не писал ли я тебе трижды с советами и знаниями чтобы поведать истину слова правду чтобы передавал изречение правды пославшим тебя окей я прочитал несколько псу ким теперь восстановим их на лошон окладыш и попытаемся с ними разбираться говорит мальбин льет баа щем мифтехэха то что я говорил первые два пасука о необходимости достигнуть познать хохму и перевести ее в состояние да и достигнуть состояние когда она находится в твоем бетане в животе и ты можешь высказать ее устами как какая-то вещь совершенно четко сформулированная часть тебя то это нужно для того чтобы ты был всевышний стал твоим мифтехэха я не знаю как пойти на ура на русском это перевести как он переводит слово батох бетахон это уверенность он переводит чтобы в господи была опора твоя бетахон это понятие уверенности то на что можно положиться то на что то что не вызывает сомнений я батох я на сто процентов уверен ну он использует слово опора это далеко не самый худший перевод для того чтобы всевышний был твоей опорой тем на что ты полностью полагаешься сообщить себя сегодня это должен сегодня сообщить также ты что это означает говорит товарищ мальбин он говорит что теперь мы возвращаемся к тому что было сказано раньше склони свое ухо и услышь слова мудрецов для того чтобы всевышний был твоей опорой был твое был то на что ты полагаешься то в чем ты уверен это посук 17 с которым мы сегодня начали он говорит мальбин что имеется ввиду что ты услышишь законы мудрости от мудрецов которые приняли это от всевышнего из поколения в поколение слова тора слова мудрости творца передавались до тех пор пока они доходят до тебя до того кому обращается шлом амеллах и мы коллективно вместе на экране телевизора должны думать о том же что сейчас а кодыш бругу передает нам эту хохму через тех мудрецов от которых мы его ее получаем и ты принимай ее ты должен быть уверен во всевышнем что он дал тебе эти законы мудрости что ты должен узнать их сот их тайны смысл их истинность и не должен сомниматься в них вообще никак и никогда это состояние которое мы называем битоходом состояние полного отсутствия какого-либо сомнения когда человек говорит я уверен но я сомневаюсь это не означает уверенность во всевышнем после этого он говорит что сердце твое должно склониться к моему знанию меня потому что это то что сообщается себе сегодня здесь сообщают нам говорит мальбин смыслы понятия хохмы мудрости и его гызберим и его объяснение в мафте и гадат с точки зрения чудес и дата для того чтобы ты знал также ты знал что кроме того что обещано тебе со стороны всевышнего что он знает смысл и тайны ты должен также знать и ты тоже то что ты можешь понять из них то есть мальбин говорит что существует такое понятие не знаю как это лучше сказать слепой веры что ли когда человек говорит я ничего не понимаю но верю вот верю и у все говорит мальбин что тебе сообщается ты должен прислушаться к словам мудрецам ты должен обработать их но именно их а не то что тебе пришло в голову и тогда будут раскрыты тебе некоторые смыслы мудрости его его гызберим ее объяснение и так же ты кроме того что будешь уверен во всевышнем ты будешь понимать какие-то вещи и понимание связано с понятием бетахона я думаю что я прочитаю гаона и потом немножечко подробнее вернусь если у меня будет время чтобы объяснить что имеется ввиду он говорит так ты должен познать эту мудрость настолько чтобы во всевышнем был полный бетахон полная уверенность во всевышнем было у тебя об этом сказано в якам идут бояков ватара самбо израиль ашерцева асавасайну ладьям ливнейхом и вот стало это будет стоять это как идут как свидетельство и акове и тора которая дана израилю то что заповедовали тип вашим отцам чтобы они сообщили их сыновьям ради того чтобы узнал дорахарон последнее поколение сыновей которые будут рождены и встанут и будут рассказывать своим сыновей и они будут верить во всевышнего не знаю поставят понятие всевышнего кисалам вы лоишке ху и это никогда не будет завид забыто все пути которые ведут к митсвот они будут сохранены объяснение что значит воякам идут что значит установлено идутом свидетельство это пророки и писания которые написаны в танахе тора это сама тора тора который будет свидетельством вместе с пророками и писаниями и это будет положено в израиле главная часть дарование тора передавание тора израиля это для того чтобы они были уверены батухим башем то есть тора которая была дана израилю ее суть для того чтобы понятие бетахон во всевышнего уверенность во всевышнего она была поднята до какого-то совершенно невероятного уровня и сказано указание которое дано в торе сообщать день который мы стояли и получали тору и вообще все тору сообщать своим сыновьям как сказано в гладатом ливан эйха сообщи это своим детям и также здесь дан идут свидетельство то есть пророки писания которые являются свидетельством что они свидетельством понятия бетахона понятиями уверенности во всевышнего в ктафьят в рукописи гаон добавляет еще несколько слов может быть это нам поможет потому что гаон он всегда написан такими полу намек намекнутыми фразами поэтому лучше как бы попытаться уловить такой оттенок который он хочет сказать в рукописи гаона написано что тора является целью создания если бы не было завета моего то день и ночь законы небес и земли я бы не не установил это по суке зармияго в другом месте сказано берешит в начале ради торы который называется решит ради нее создал всевышние небеса и землю тора она эцем хаим она является сутью понятия жизни как агро говорит в мишлин в тринадцатом по суке бетахон это най и кори шаба тора это одно из основных наверное основное правильный период основное условие торы хаей тора вся жизнь внутри торы она может быть только в бетахоне в уверенности в творце и в том что человек живет тора лишь малыша мш нашего имя небес и эти вещи они приводят человек у к соединению со всевышным что это является суть понятия жизни и понятия его цели мы видим что тора является целью тора является жизнью человек который прилепляется к ней он прилепляется к цели творение и прилепляется к жизни но это прилеп зине возможно через два условия это работа суть действия по торе которое происходит Лишма, во имя Торы, во имя Творца, Лишем Шамаем, а не для чего-то другое, и через Бетахон, через полную уверенность, я еще чуть-чуть объясню, что такое Бетахон позже. Но Каванада Агро, это не то, что Бетахон, это какая-то самостоятельная часть, которая не является частью Торы, не дай Бог, Гаон этого не говорит. Это цель, цель Торы, которая объединена с Бетахоном, но это часть Торы. Рамбан объясняет, что Бетахон, это такие очень скользкие понятия, Бетахон объясняет Рамбан, это сниф муна, это, как сниф перевести? Отдел понятия веры, вот такой раздел, одна часть понятия веры во Всевышнего. Вера, тоже надо понять, что такое вера, кроме имени, что-то еще означает, что это такое, это еще через несколько минут, секунд мы попробуем разобраться. И вот говорит Гаон, он продолжает и говорит, Гадиета, Гайом, сообщи это сегодня, то есть нам это сообщается Буро-Гакодыш, это хохма, которая передается Буро-Гакодыш как часть пророчества, что это является знаком того, что шехина находится внутри народа Израиля, и это и есть понятие Бетахона, уверенность в том, что среди нас пребывает божественное присутствие, и также сейчас, и также ты должен стать частью этого Бетахона, этой уверенности, этого понимания, то есть ты должен сообщить своим сыновьям после себя, после тебя, как сказано, чтобы знали это до последнего поколения. Теперь я попытаюсь немножечко как-то, Гаон ввел нас в такую сугью Бетахона, немножко неожиданно, в общем, это не Гаон, это сделал Шлома Амеллах, ладад ба-шем мифта-хеха, ты должен познать Всевышнего, который является тем, что является основой твоего Бетахона, твоей веры, твоей уверенности, на русском языке перевел как слово опора, все, в одну и ту же воронку стреляют все снаряды, но что это такое, нам нужно попытаться как-то обисово чуть-чуть коснуться этого понятия. Вначале, поскольку Рамбан определяет Бетахон как сниф имуна, как раздел, какой-то кусочек понятия имуны, деталь общего понятия веры, то поэтому немножко, несколько слов о том, что такое вера. У меня был один знакомый, который, его уже нету, он сказал, что вот ты веришь во Всевышнего, а я знаю, что он есть. Что он имел в виду? Он выработал какую-то систему доказательства теории вероятности, которая показывает, что клетка не могла возникнуть сама по себе, соответственно, вероятность случайного возникновения за миллиарды лет такой клетки, она равняется в 10 минус 64 степени, что такое 10 минус 64, это практически, ну никак невозможная в математике вещь, значит, появление жизни случайным путем, оно физически называется настолько маловозможным, что имеет название невозможно, поэтому я верю во Всевышний, я не верю во Всевышний, я знаю его существование. Это верно, это понятие идея, понятие дат. Теперь я хочу, для того, чтобы это как-то объяснить, я хочу коснуться этого через, у меня есть такие загибоны в изучении Тора, да и вообще, наверное, в жизни тоже, чтобы объяснить что-то довольно простое, объяснять это через более сложного, от сложного к простому, ровно наоборот, потому что нас учат Тора, но вот люди устроены по-разному. Когда мы говорим о раскрытии Всевышнего, проявлении Всевышнего через свирот, то, чем занимаются вся, там, все каббалисты и часть книги Зохр, на этом построено очень много, Китве Аризаль, Эцхайм Аризаль и так далее, комментарии с сифрой Латиньюса, который написан к сифре Латиньюса, Вильнюсский Гаон, они все базируются на понятии 10 свирот. На самом деле свирот действительно 10, но в разных конструкциях они 10 немножко разных. Есть конструкция, которая называется Хицани, внешнее описание, которая начинает с Хохма и кончается Малхус, и первые три свиры это Хохма, Бина и Даат, потом Хесет. Есть объяснение свирот, классификация, которая начинается, Кетер, Хохма, Бина, где Хохма является вторым номером, Даат там вообще отсутствует, после этого идет Хесет и так далее. Даат это такая, Даат и Кетер такие две вещи, которые заменяются. В одной иллюстрации рисуется Даат, более внешний, в другой рисуется Кетер, более внутренний. Кетер и Даат, они очень похожи друг на друга, но они совершенно разные, похожи и разные одновременно. Понятие Кетер – это понятие высшего рациона Всевышнего, высшего желания Всевышнего, которое никак невозможно понять никаким образом, что такое рацион Ильон, что такое желание Творца, как из этого желания возникает все, что возникает, включая творение людей и коронавирусов и так далее. Что такое рацион, который есть, желание Творца, который есть, это то, что находится вне пределах не только человеческого восприятия, но, как объясняет Аризаль, даже Хохма Всевышнего не понимает, что такое, даже от нее скрыта Кетер Всевышнего. То есть это настолько высокие понятия, что о них можно говорить, но понимать их невозможно. Это часто бывает, что говорить можно, а понять нельзя. Вот Хохма – это вещь, которая некая очень общее раскрытие мудрости Творца, которая потом раскрывается через план, который нам построил Творец в атрибуте, в сфере, которая называется Бина, и дат – это то, что соединяет мудрость Творца с теми действиями, которые происходят, с теми атрибутами, которые происходят, семь нижних вещей, хэсет и так далее. Так вот, понятие дата, если мы теперь перейдем от Всевышнего к человеку, понятие дата – это то, что человек получил сверху, обдумал, проанализировал и сделал настолько частью себя, что это влияет на все его дальнейшее поведение. Он, когда его спрашиваешь, он доказал это, как, я не знаю, как теорема Пифагора, выяснил это. Это стало для него стопроцентной информацией, которую он едея стопроцентным знанием. На стопроцентно понимает, что происходит. Кетер – это понятие внутри человека, я сейчас имею в виду, не внутри Всевышнего. Всевышнего – это понятие эмуны. Эмуна – это вера. Вера – это то, что человек по определению не может знать. Потому что, если он знает, то вера тут ни при чем. Я знаю какую-то вещь. Грубо говоря, я знаю, что эта штука, по которой я сейчас постучал, называется стол, а вот эта называется микрофон. Эта вещь, я знаю, что через микрофон, я, правда, не очень точно понимаю, как это происходит, но я знаю, что когда я говорю в микрофон, то где-то в Антарктиде меня можно услышать. Как это происходит, это Содгашем Лераф, это Тайна Всевышнего, но при определенном не очень большом усилии можно понять, как работает микрофон, прочитав об этом в ряде книжек. В общем, это более или менее на самом деле понятно. И человек, когда он знает, то он знает. Это невозможно уже определить. Потребовать от человека, поверить, что стол – это стол, это значит сделать человека идиотом. Тут не надо верить. Когда я знаю, я не верю. То, что я не знаю. И не знаю, и не могу никогда узнать. Я не могу этого познать никогда ни при каких условиях. Вообще непонятно, что от меня требует. Меня требует, чтобы я поверил полной верой. То, что я не могу узнать. Может быть, это чушь. Может, меня лапшу на уши вешают. Есть много людей, которые верят в такие вещи, что я иногда слышу краем уха, что они верят в какие-то вещи, что вот я там прочитал в интернете трата-та-та-та-та. Я смотрю и думаю, неужели кто-то такое мог написать? Ну, ладно, написать. Но кто же такое может читать? И человек в это верит. Верит бы ему наш лима значительно больше, чем многие люди верят во Всевышнего. Переубедить его в этом никак невозможно. Это пустая трата времени. Хотя, если бы задуматься, если бы он задумался, то у него бы не только волосы. Но, как говорил Райкин, лысина бы дыбом встала. Но при этом человек верит в эту вещь. Как можно от разумного человека, гомо-сапиенса, требовать, чтобы он верил, например, верил во Всевышнего? Что такое понятие емуна? Если это слепое какое-то утверждение, которое я принимаю, то это не емуна, это глупость. Если я знаю, что происходит, то это не емуна, это знание. Что такое вера? Где граница между верой, глупостью и так далее? Ответ на этот вопрос, это то, как сфера кетер внутри Всевышнего одевается в сферу дат внутри Творца и как это происходит внутри самого человека. Когда существует некое понятие, я очень приблизительно объясняю, это значительно более глубоко, то, что я хочу сказать, но в первом приближении, для того, чтобы было понятно, на какой теме я разговариваю. Существует понятие «я знаю, я выяснил». Если мы говорим про какой-нибудь научный эксперимент, я хочу говорить про Тору, но для примера приведем научный эксперимент. Человек делает какой-то научный эксперимент и делает график, который рисует по нескольким точкам, которые он обозначил экспериментом. После этого внутри точек происходит какой-то график, который он делает внутри по тем точкам, которые он уже построил, проведя эксперимент. Дальше он делает экстраполяцию. За пределы того, что он выяснил точно путем эксперимента, путем измерений, он считает, что график будет также продолжаться вниз, там, где измерения не начинались, и вверх, там, где они заканчивались. И строит этот график. Этот процесс называется экстраполяцией. То есть, когда я на экстра, это вне, выношу вовне то, что было сделано интер, внутри, там, где эксперимент что-то доказывает, я продолжаю этот график и понимаю, представляю то, что находится снаружи. То, что находится снаружи, это не стопроцентные научные знания. Да, там это найти, назвать невозможно, но это, тем не менее, некое понимание того, как это происходит вне системы, которую я построил, вне системы измерения, которую я построил. Когда я на основании едиот, знания того, что я получаю от мудрецов Торы, строю этот график и продлеваю туда, куда человеческий разум не может достигнуть, это понятие называется иммуна. Иммуна, это не то, что я придумал и высказал какую-то глупость, например, я верю в то, что на Марсе живет маленький зелененький человек, в отличие от Венеры, где живет синий человечек и так далее. Вот я верю в это, и вы можете меня переубеждать до прихода Машеха, переубедить в этом никак невозможно, потому что человек может верить в абсолютно все, и если он придумал, что это верит, все заканчивается. Только если он приводит анти-доказательство, доказательство того, что то, во что он верит, неверно. С датом или он с познанием Всевышнего, немножко иначе. Человек познает и может познавать все больше и больше через Тору, естественно, что такое творец и прикасаться к понятие к понятию дати, понятие его дата, дата Всевышнего. И чем больше он к нему прикасается, тем больше он понимает настоящим пониманием, которое выходит за пределы даты, входит в систему Кеттера, понимает то, что находится за пределами человеческого понимания. Грубо говоря, он экстраполирует свое знание туда, куда знание дойти не может, и это называется понятием иммуны. То есть иммуна это вера, которая базируется на познаниях Творца, который дает нам Тора. Но эти познания должны стать датом, как мы учили в прошлом Псуким, это должно стать стопроцентной частью человека настолько, что его бетон в состоянии знать это. То есть его условный инстинкт, его состояние, его тело это познание Творца. Но этого недостаточно. Для того, чтобы экстраполировать это познание и двигаться дальше, человек должен самому себе и вовне сформулировать его с такой силой, с такой ясностью, что это превращается в понятие знания, которое находится в эсфатайе, на устах. И только после этого у человека возникает понятие иммуна, когда он двигается дальше и начинает ле-га-амин, начинает верить в то, что находится выше его познания. После того, как мы как-то сформулировали, я надеюсь, что это более или менее понятно, хотя понятно, что понятно, это быть до конца не может, через это надо пройти, но я постарался через свои сфатайем как-то это пропустить, насколько у меня получилось их в эсфу. После этого мы можем понять, что означает лихьот бе-ашем мефтехеха, жить внутри Гошема, который является твоим бетоханом, твоей основой, твоей опорой, твоей верой, твоим бетохон, уверенности в том, что такое бетохон, сниф эмуна, уверенность в том, что все, что происходит в этом мире, оно все происходит от Творца, оно все происходит с конечной целью, и несмотря на то, что часть этих вещей мы можем ощутить, понять, принять, дойти до этого, вывести это в атрибут дата, часть этих вещей останутся намного выше, потому что между дат и Лион, дат Всевышнего, и до человека лежит пропасть, которая совершенно невозможно даже примерно представить, чему она равна, но, грубо говоря, когда ефрейтор русской армии по фамилии Иванов дает приказ собаке Шарик, которая вместе с ним патрулирует государственную границу, и он ей говорит ФАС, чтобы она проверила, есть там нарушитель границы или нет, то собака Шарик не в состоянии осмыслить не только мысли министра обороны, который почему-то решил, что это место границы должно защищаться, охраняться, и чем-то плохо, когда через границу проходит нарушитель границы, но даже между Шариком и ефрейтором, не говоря о министра обороны, пропасть между их разумом, она стремится к бесконечности, она большая, но по сравнению с пропастью между разумом человека и творца, разум ефрейтора и собаки, или министра обороны и собаки, они примерно одинаковые, так вот, отличие очень маленькое, но тем не менее, человеку дано постичь какие-то желания Всевышнего, которые передаются из поколения в поколение, и вот эта хохма, которая Толмит Хохом передает ему, в тот момент, когда человек выводит его на уровень дата, которая у него есть, это становится частью самого человека, он приобретает новое понятие, понятие, которое называется бетахон, он начинает жить, будучи батуах все, что происходит, он может не понять, что именно хочет Всевышний, но он батуах, он уверен на сто процентов, что это часть замысла Творца, и это часть того, что происходит, и двигает для конечной цели, и он является одним из элементов этого замысла Всевышнего, и несмотря на то, что дат, едея, познание, понимание, у него есть только очень ограниченная этого дата, тем не менее, у него она есть, и она есть ровно на таком уровне, на котором нужно каждому конкретному человеку, если человек постарался и принял это знание в максимальной для себя дозе, потому что у разных людей разные, но если человек будет всегда закрывать глаза и говорить, что мне ничего не надо знать, Всевышнего виднее, то это не бетахон, это глупость. Когда человек познает столько, сколько он мог познать, и после этого на основании своих знаний у него рождается бетахон-уверенность в том, что те ныкудот, которые от него сейчас скрыты, а многие не скрыты, многие открыты, являются частью замысла Творца, и он живет в бетахон, лихьот ба ашэ мефтахэха, ты будешь жить во Всевышнем, который тебя является твоим источником бетахона и уверенности, и понимания, что происходит, и вэ годиатэха гайом, и ты должен сегодня, то есть каждый день, ты должен сообщать об этом, высказывать это устами, для того, чтобы это дошло, афата, ты тоже это высказал, и тогда этот бетахон перейдет из поколения в поколение, дойдет от Дорохарон, до последнего поколения, который получит это от тебя, и это источник этого был Моамад и Арсинай, когда мы стояли у горы Синай и получали Тору, где было открыто, например, поэтому мы читаем Колесницу и Хескеля в Шивот, потому что в этот момент была раскрыта вся система управления Всевышним Миром, на том уровне, на котором это могли понять не пророки Хескеля и Шаяу, а на значительно более высоком уровне, последней служанки внутри народа Израиля было открыто больше, чем пророк Хескель увидел, но мы с вами это через Хескеля видим эту систему управления, которая нам демонстрируется и показывается для тех, кто этим занимается, вся Моасе, Меркава, часть Кабола, которая есть, часть Торы, которая есть, и все это вместе, в зависимости от уровня человека рождает больший бетахон, и это тот бетахон, который делает так, что ты выходишь на уровень Лихьот Бахашеми Фтахеха, жить внутри Всевышнего, который является твоим бетахоном. Вот, я должен закончить, время истекает, спасибо большое, до следующей встречи Редактор субтитров, рефили. Продолжение следует...